Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минимальный размер оплаты труда увеличат. Глава региона Вячеслав Ядорищев подписал с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области два соглашения. В частности, был закреплен минимальный размер заработной платы для всех работников организации вне бюджетной сферы. К действующему минимальному размеру оплаты труда, сейчас он составляет 19242 рубля, применили повышающий коэффициент. Теперь в Самарской области минимальная заработная плата составит 20204 рубля. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня провел встречу с Анной Федермессер, директором Центра палеотивной помощи. Общаясь с директором Центра палеотивной помощи, глава региона Вячеслав Федорищев заверил, в ближайшие годы в регионе построят палеотивный хоспис для взрослых. Анна Федермессер отметила передовой опыт оказания палеотивной помощи в Самарской области. За пару лет работы открывшегося детского отделения в регионе не случилось ни одного отказа от тяжело и неизлечимо больных детей. Это показатель качественной работы. В Самарской области выстроено оказание помощи и детям, и взрослым, которые имеют неизлечимые диагнозы, сообщил Вячеслав Федорищев. И вот как отнеслись самарцы к инициативе главы региона. Конечно, положительно, потому что очень много я сама в Совете ветеранов знаю, что это такое. Это проблема, в общем-то, у нас. Очень много пожилых людей, которые даже брошены. И поэтому, я считаю, необходимо это делать. А я считаю, что обязательно. Там уход, там питание, там все. Я считаю, что необходимо. Не то, что нужно, а необходимо. Потому что люди, которые стали в одиночестве, им необходима помощь. Помощь людям всегда нужна. Облегчает, да. Людям, там, естественно, будут, наверное, заниматься с ними. Люди не просто будут уходить подготовленными. И я считаю, психологическая помощь тоже будет доказана. И они будут, естественно, спокойнее уходить. Нужно помогать людям как можно больше. Это, мне кажется, будет помогать, облегчить жизнь родственникам. Готовность города к предстоящему отопительному сезону приближается к 85%. На еженедельном совещании представители Департамента городского хозяйства и экологии обсудили график работ на участках с ресурсоснабжающими и подрядными организациями. Подробности узнала Ксения Баканова. Самара продолжает готовиться к новому отопительному сезону. В этом году работы по замене теплоносителя проводят на 24 локациях. Городские власти выполнение подрядчиками своих обязательств держат на контроле. Еженедельно в Департаменте городского хозяйства и экологии профильные службы отчитываются о проделанной работе. Сейчас все идет по плану. Общий процент исполнения приближается у нас к 85%. Есть сложные объекты, которые сейчас связаны с перекрытием. Тоже они идут в плановом порядке, но, однако, мы за ними следим отдельно. В частности, это Антонова Овсенька, Ивана Булкина, Фадеева и Новая вокзальная, там, где связаны с перекрытием дорог, на которых ходят общественные транспорты. Жителей города просят с пониманием относиться к необходимости реконструкции теплосетей и заранее планировать свои маршруты. На особом контроле находятся участки рядом с социальными объектами – детскими садами, школами и поликлиниками. По этим адресам ремонт теплотрасс должен быть завершен до 20 августа. К отопительному сезону в Самаре также готовят котельные в многоквартирных домах, после чего информация о готовности объектов вносится в электронные базы – сервисы ГИС ЖКХ и электронная ЖКХ. У нас начался плановый совместный период проверок МКД совместно с ГЖИ. Этого раньше никогда не было. Вот, 50% МКД тоже здесь уже работа началась, прям буквально с 1 августа. Ну, здесь только начало пути, что называется. Пока говорить о результатах рано, но при этом мы все равно на этом заостряемся, чтобы МКД и замы глав районов обязательно в этом не только участвовали, но и держали под контролем. В этом году планируют обновить свыше 14 километров теплосетей. На текущий момент шесть объектов в городе технически готовы к новому отопительному сезону. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Самый крупный из объектов в текущем дорожно-строительном сезоне – улицу Нововокзальную – подрядчики приводят в нормативное состояние. Какие виды работы уже выполнены на отремонтированных участках, а какие еще предстоит, расскажет Полина Челюкова. В столице региона продолжают обновлять самый протяженный в текущем дорожно-строительном сезоне объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – улицу Нововокзальную. Минувшей ночью подрядчик уложил асфальт на 700 метрах дороги в границах улиц Старозагора и Фадеева. Всего же ремонтируют более пяти километров автодороги. Это порядка 80 тысяч квадратных метров. В результате работ в нормативное состояние приведут автодорогу в границах улиц Новосадовой и Красных Коммунаров. На данном участке мы уже выполнили порядка 80% всего объема. На следующей неделе планируется завершение всех работ, связанных с устройством верхнего слоя. В настоящий момент подрядная организация уложила уже более 70 тысяч квадратных метров асфальтобетона. На обновляемой улице уже заменили бортовые камни, люки смотровых и дождеприемных колодцев. Оборудовали пандусы для маломобильных граждан. С работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполняются в ночное время для того, чтобы минимализировать нагрузку на транспорт, то есть транспортные средства и граждан города в будни, то есть в час, в час, как с утра, так и вечером и днем ездили спокойно, без пробок. Ремонт улицы – результат активной гражданской позиции жителей района. Они с нетерпением ждут обновления автодороги. Мы все знаем прекрасно, что хорошие дороги, хорошие тротуары – это в первую очередь наша безопасность. Это мечта любого пешехода, любого автомобилиста. Ремонт новой вокзальной находится под чутким контролем. После того, как работы завершат, их ждет приемка. Насколько качественно будет уложена смесь, определит лаборатория заказчика. Они возьмут керны из покрытия на физико-механику асфальтобетона и потом будет проведен контроль ровности. На обновленных участках улицы новой вокзальной уже нанесена горизонтальная разметка и установлены новые дорожные знаки. Поэтому ремонт всей улицы скоро завершится. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. В Самарской области активно ведется работа по формированию нового социально-экономического курса. Временно исполняющий обязанности губернатор Вячеслав Федорищев инициировал выездные стратегические сессии, целью которых является не только обсуждение актуальных проблем региона, но и привлечение широкой общественности к процессу его развития. На одной из таких сессий побывала наша съемочная группа. Стратегическая сессия «Комфортная и безопасная среда для жизни» собрала представителей различных общественных организаций, чиновников и активистов, готовых внести свой вклад в будущее Самарской области. В числе участников и Екатерина Гудзима, член регионального штаба «Народный фронт», которая присоединилась к обсуждению вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Мы командой подготовили несколько идей. Это касается и содержания тех благоустраиваемых территорий, которые у нас сейчас проходят по проекту «Комфортная городская среда», либо по малым городам и историческим поселениям. Мы здесь предлагаем совершенно четкую систему содержания, которая позволит сохранять то, что мы благоустроили на многие-многие годы. У нас большой пакет предложений по капитальному ремонту, особенно для домов, которые взялись самоуправлять данными денежными средствами. На сессии выделили пять ключевых направлений для обсуждения. Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества дорог, жилищное строительство, модернизация ЖКХ и газификация, благоустройство и развитие общественных пространств, а также обеспечение общественной безопасности. Прозвучавшие предложения будут переданы в Рио-губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву для включения в проект программы социально-экономического развития региона. Наиболее интересные идеи, мысли, предложения, они как раз найдут свое подтверждение или может быть даже развитие, потому что у одного видение одно, а когда собирается несколько человек, то видение уже может чуть-чуть меняться и расширяться самое главное. Сессии являются платформой для объединения общественных деятелей и активных граждан, где открыто обсуждаются аспекты, влияющие на комфорт и безопасность жизни жителей региона. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. В Самарской области продолжается обучение общественных наблюдателей на выборах. Для активных граждан Советского и Красноглинского района провели форум-семинар в ДК «Октябрь». Наблюдатели 6, 7 и 8 сентября будут следить за легитимностью избирательного процесса главы региона, а в отдельных муниципалитетах – депутатов представительной органы власти. Какими знаниями необходимо овладеть наблюдателю, чтобы обеспечить общественный контроль в ходе голосования, расскажем в нашем сюжете. В Самарской области в сентябре будут выбирать главу региона, а также депутатов представительной органы власти в нескольких муниципалитетах. На голосовании за законностью процесса следят общественные наблюдатели. Чтобы они знали все нюансы избирательного законодательства и могли квалифицированно выполнять свою работу, для активных граждан проводят специальные форумы. Конечно, избирательное законодательство изменяется, изменения незначительные. Но, тем не менее, мы все равно собираем общественных наблюдателей для того, чтобы актуализировать их знания, для того, чтобы еще раз вместе пройти все стадии избирательного процесса, все основные полномочия общественных наблюдателей, закрепить это. обратить их внимание на то, что они должны делать. Обучение наблюдателей советского и красноглинского районов прошло в ДК «Октябрь». Так как большинство людей в зале не первый раз пришли за знаниями, то и обучение проходит теперь не в формате лекций, а в формате диалога. Наблюдатели делятся своим опытом, рассказывают о возникших ситуациях и вместе обсуждают, как нужно было поступить, чтобы процесс голосования проходил без нарушений. Мы для этого и находимся, чтобы было все законно. Я поэтому очень строго и к этому отношусь с большой ответственностью, потому что это выборы – долг каждого человека. Чтобы выборы прошли на высшем уровне, чтобы выборы были прозрачными, никаких нюансов не было. Ответственным за наборы обучения наблюдателей является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Его задача – подготовить общественных наблюдателей, которые получат направление на участки от общественной палаты и будут на месте следить за ходом голосования. Эта деятельность не является для них постоянной. Выборы проходят, да, в этом году получилось, что это вторая избирательная кампания, но тем не менее, когда что-то не используешь постоянно, это забывается. Плюс еще регулярно вносится какие-то изменения законодательства. Нужно нюансы обращать внимание. Поэтому такие лекции необходимы, чтобы они максимально качественно сработали в сентябре на выборах. В состав штаба вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек, среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самаре в поиске работы находятся более 1600 человек. Для них в Центре занятости население провели ярмарку вакансий, где работодатели рассказали о своих предприятиях и открытых местах для трудоустройства. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Майя Стадниченко встала на учет в Центр занятости месяц назад. Рассказывает, ищет себе работу после декрета. Недавно Майе позвонили из Центра и пригласили посетить ярмарку вакансий. Девушка согласилась и сразу нашла подходящий вариант. У меня маленькие дети, тут прекрасный график. Вот уже думаю, что надо детей устраивать в сад и выходить на работу. Да, меня вот это вообще прекрасно устраивает. На все вопросы мне ответили, все рассказали. И график, и сама работа. Подходит все. На учете в Центре занятости состоит более 1600 жителей Самары и Волжского района. Им предоставили около 20 тысяч вакантных мест. Чтобы помочь работодателям и тем, кто находится в поисках работы, сотрудники Центра проводят ярмарки вакансий. Здесь участникам рассказывают о программах трудоустройства, обучении, переквалификации, поддержке и доступных вакансиях. Это очень удобный формат мероприятия, потому что граждане, приходящие в перерегистрацию, могут тут же, не отходя от места, никуда не выезжая, не тратя время, получить полный объем информации непосредственно из уст работодателя. Даже специалист службы занятости не может в таком объеме рассказать о том, что может представить кадровый консультант самого предприятия. Сейчас на рынке труда острая потребность в кандидатах на рабочие специальности. Специалист по подбору персонала Ольга Глушенко рассказала, что в их компании открыто около ста вакансий. Сейчас у нас много вакансий по рабочим специальностям, которые не требуют специальной подготовки. То есть мы всему все показываем, рассказываем, обучаем на местах. Но также есть и вакансии, которые требуют специальной подготовки, например, трактористы, водители, нарядчики. Мы используем любую возможность найти наших людей. В Самарском центре занятости регулярно проводят мероприятия для тех, кто ищет работу или сотрудника. Здесь же предоставляют возможность получить новую профессию и сменить сферу деятельности. Рассказывают, как открыть собственное дело мамы в декрете. Узнать подробную информацию о ярмарках вакансий можно на официальном сайте. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре ограничат движение транспорта на пересечении улиц Молодогвардейской и Невской с 5 утра 9 августа до полуночи 14 августа. Закрытие проезда на этом участке связано с перекладкой инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в администрации города. На сайте мэрии опубликована временная схема организации дорожного движения. В Самарской области в самом разгаре арбузно-дынный сезон. Как бы ни были вкусные эти летние лакомства, переедать их нельзя. Идеальная порция арбуза или дыни составляет 2-3 ломтика или 400-600 граммов. При этом существуют дополнительные ограничения для беременных и кормящих женщин, а также для детей. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть. В четверг, 8 августа, в Самаре восстановили движение трамваев по улице Нововокзальной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Напомним, накануне специалисты завершили монтаж теплосети на улице Нововокзальной между улицей Фадеева и Московским шоссе. Невролог рассказал о первых признаках скрытого инсульта. Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижение слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи, говорят врачи. Специалисты отмечают, что кратковременное онемение конечностей может указывать на очаг ишемии в мозге. Для определения точного диагноза нужно обратиться к врачу. Стало известно, как российские офисные работники отдыхают в свой обеденный перерыв. Поесть в течение временного отдыха удается не всем. Каждый пятый респондент утверждает, что обычно не может отвлечься от своих обязанностей и продолжает трудиться. Успевают пообедать 7 из 10 опрошенных. Рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Во время перерыва 29% работников обычно гуляют, 26% сидят в соцсетях, 18% идут в магазин и еще 8% занимаются разминкой и спортом. Вместе с тем 7% опрошенных дремлют или медитируют, 6% читают или занимаются онлайн-шоппингом. Каждый двадцатый играет в компьютерные игры, а 4% смотрят фильмы и сериалы. 8 августа кошатники всего мира отмечают День кошек. Эти пушистые создания помогают бороться со стрессом, умеют предсказывать погоду и первыми заходят в новое жилье. Для своих хозяев кошки не только верные компаньоны, но и полноценные члены семьи. Ксения Баканова продолжит тему. Кошки были одомашнены примерно 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. В это время люди начинали заниматься активно сельским хозяйством и нуждались в защите от грызунов. 8 августа принято отмечать Всемирный день пушистых. Цель праздника – не только чествование животных, но и напомнить о проблеме бездомных кошек. Этого кота Елена Кочеткова подобрала на улице год назад. Женщина вспоминает, тогда ему было всего 4 месяца. Маленький серый комочек смотрел так преданно и нежно, что у Елены сразу ёкнуло сердце. А тот факт, что в квартире уже живёт кот по кличке Котик, ничуть не смутил. Первая их встреча, когда мы только принесли маленького, конечно, было что-то. Потому что старший кот решил показать, что он хозяин квартиры. Он сначала так вздыбился, подошёл к переноске. Но потом смотрит, вроде что-то маленькое и безобидное. Он такой, ну ладно, заходи. Питомца назвали малыш. Елена признаётся, он скромный и очень послушный. Однако иногда в нём просыпается настоящий охотник. Если питомец увидит за окном голубя, будет караулить птицу весь день. Котика хозяева взяли из приюта. В доме пушистый сразу облюбовал подоконник и верхний этаж кошачьего дома. Здесь он отдыхает и наблюдает за порядком. От его зоркого глаза не спрячешься. Как говорится, комар не пролетит, мышь не проскочит. Даже игрушечная. С ней питомец обычно спит. Однако не всё коту масленица. Котик и малыш не испытывают восторга, когда у них вычёсывают шерсть. Расчёсок много, а удовольствия мало. Однако минуты кайфа всё-таки случаются. Но есть вот такая чудесная расчёска. Эта часть кошкам очень нравится, потому что она похожа на язык. И они прям с большим удовольствием ей чешутся. Мы её используем для того, чтобы вычесанную шерсть было удобнее собирать. Кошкам Елены повезло. В их рационе есть сухой и влажный корм. А вот пить воду питомцы не очень любят. Но хозяйка нашла выход. Купила поилку в виде фонтана. Друг с другом животные отлично ладят. Они привыкли всё делать вместе. Лежать на подоконнике, играть и даже спать. Причём с хозяевами. Специалисты отмечают, присутствие кошки рядом человеку только на пользу. Ведь они – прекрасные психотерапевты. Уже было проведено много исследований на взрослых и на детях. Снижение тревожности. Люди, которые страдают депрессией, они помогают с ней справляться. Те, кто на пороге получения такого симптома, они помогают его отсрочить, либо вообще не получить. И когда мы с вами гладим наших любимых кушистиков, прежде всего, это выработка самого главного гормона счастья – это эндорфины. Не зря кошки становятся героями сказок, былин и мультфильмов. А у разных народов существует множество поверья и примет, связанных с кошками. Самые распространённые – что кошки проживают несколько жизней. А ещё могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Провести время с пользой на свежем воздухе. В Самаре продолжается спортивный марафон «Самара в движении». Одна из четырёх площадок – парк имени Юрия Гагарина. Занятия могут посетить все желающие. Наша съёмочная группа побывала на одной из тренировок. Жительница Самары Дарья Бычкова уже третью неделю активно посещает занятия по растяжке и зумбе. Говорит, так она может расслабиться и восстановить свои силы. Занимается спортом Дарья в парке Гагарина, поскольку живёт недалеко. Но в ближайшее время планирует съездить на тренировки и на набережную. Это раскрепощает, потому что вокруг очень много людей. И кажется, блин, они сейчас смотрят. А на самом деле, да нет, ты представлен сам себе и тренеру. Это свежий воздух, безусловно, очень полезно для организма. Занятия в рамках акции «Самара в движении» проводят по четырём адресам. В парках «Пятидесятилетие октября» и «Гагарина», на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут их тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Вдох и на выдох перекат. Во время переката расслабляем поясницу. Ещё пару раз. Спорт всегда полезен в любом виде. Поэтому всем советую обязательно заниматься спортом. Тем более, в такой акции, которая предоставляет бесплатные тренировки на свежем воздухе. Здесь кислородом мы дышим, да, мы не в закрытом помещении. Соответственно, насыщение кислородом происходит лучше. Акция «Самара в движении» продлится до 31 августа. Занятие проходит с 17 до 21 часа. Организатор – Городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Валерий Майоров. События. Далее вас ждёт обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чём они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, какие меры социальной поддержки существуют в Самаре для приёмных семей. На содержание каждого подопечного ребёнка ежемесячно выплачивают 12 681 рубль. Вознаграждение приёмному родителю за ребёнка – 4922 рубля. За оформлением ежемесячных выплат нужно обращаться в районный отдел опеки и попечительства по месту жительства. Адреса и телефоны районных отделов опеки Самары можно уточнить в телеграм-канале. Здоровый образ жизни – основа профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Он подразумевает правильное питание, физическую активность, проведение профилактических обследований. Профилактика невозможна без отказа от вредных привычек, курения и злоупотребления алкоголя. Курение называют катастрофой для сердца в основе профилактики заболеваний сердца и сосудов. Регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы, уровень холестерина в крови. Телеграм-канал железнодорожного района напоминает, чем чревата неформальная занятость. Трудовой кодекс Российской Федерации определил обязанность работодателей в оформлении трудовых отношений с работником при приеме на работу путем заключения трудового договора. Неоформленные с работодателем трудовые отношения влекут за собой негативные последствия. Работник остается без социальной гарантии, он не защищен от травматизма и профзаболеваний, а также лишается гарантии, что ему выплатят зарплату. Работодателю же грозит административная или уголовная ответственность. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok